На Харьковщине силами ВСУ была легко подбита и захвачена радиолокационная станция Р-149 МА-1 на базе К-1Ш-1. Во время встречи с ВСУ машина получила несколько пробоин с правого борта. Видимо, по ней стреляли с БМП или БТР. После первых попаданий экипаж быстро ретировался. Убегали так быстро, что оставили все свои лохмотья. Около станции на земле привычные следы жизнедеятельности, которые оставляют после себя орки в местах своих стоянок. Это коробки от рационов питания, топоры, рваные лапти. Наши воины уверены, что после легкого ремонта станция может встать на службу ВСУ. Сейчас, во время освобождения Харьковщины, собирается много брошенной россиянами техники. Демилитаризация России идет полным ходом. Если так будет идти и дальше, скоро им придется запрягать конные повозки, чтобы компенсировать свои потери. ВСУ уничтожили столько российской техники, что можно было бы вооружить несколько армий Европы. Задача станции — организация связи и управления во время боевых действий на уровне батальон-бригада. Эти машины работают в условиях электронного противодействия противника. Они передают информацию, в том числе и видео, сразу по нескольким каналам связи. Способны вести круговое наблюдение за полем боя и могут создавать сети связи даже в отрыве от главных сил. В общем, цацы интересные. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Жмякайте колокольчик. Оставляйте свои комментарии под видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok